Библейский портал экзегет.ру представляет 43 глава пророка Иеремии, перевод Луки Маневича для библейского портала экзегет, его читаю. Иеремия всю дорогу призывал своих соплеменников, жителей Иерусалима и Иудеи, покориться Вавилонином. Сейчас, и об этом говорят предшествующие главы, Иерусалим взят, разрушен, в Иудее все очень плохо, и местные опасаются карательной экспедиции в Вавилонин, очередной, после которой, возможно, вообще ничего не останется и всех убьют. Хотят бежать в Египет, Египет другая держава, туда в Вавилонине пока не дошли, и там можно от них почувствовать себя в безопасности. Иеремия категорически возражает против этого. Казалось бы, он только что призывал, наоборот, выйти навстречу Вавилонинам, пойти в Вавилонию, договориться с Вавилонинами. Почему бы ему сейчас не призвать договориться с Египтом точно таким же образом? Он что, любит одних и не любит других иностранцев? Не только в этом дело. Давайте почитаем 43 главу, чтобы понять его логику. Иеремия возвестила всему народу слово Господа Бога и их то слово, которое Господь Бог их послал народу через Иеремию. Тогда Азария сын Хошаи и Йоханан сын Караха со всеми дерзкими людьми сказали Иеремии так. Ну, это вот те самые полевые командиры, ну, по сути дела, бандиты. И остатки тех, кто еще когда-то жил в Аудее, оставшиеся там действительно на месте, они стараются как-то свои порядки восстановить. Иеремия не возражает. Ты лжешь! Не посылал тебя Господь Бог наш, чтобы ты говорил, не идите в Египет, не селитесь там. Это барух сын Иерии подстрекает себя против нас, его Иеремия секретарь. Чтобы отдать нас в руки халдеев и погубить нас, чтобы угнали нас в Вавилон. Не хотят в Вавилон, лучше в Египет. Но всегда кажется, что другой вариант лучше. Йоханан сын Караха и его начальники, и весь народ не послушали исповеления Господнего остаться в Аудее. Йоханан сын Караха и его начальники забрали всех исцелевших Аудеев, тех, кто вернулись жить в Аудее, покидывав земли народов, среди которых они были рассеянны, забрали мужчин, женщин, детей, царских дочерей, всех людей, которых Навузарадан, начальник телохранителя, оставил с Гадельёй сыном Махикама, внуком Шафана, а также пророка Иеремии, баруха сына Нерии, и пошли в Египет, не повинуясь голосу Господа. Пришли они в Тахпанхэс, название египетского города. А теперь возникает вопрос, зачем? Иеремия не хотел, чтобы они шли в Египет, но ушли бы без него. Его-то зачем они с собой берут? Вместе с барухом его секретарем и помощником. Чувствуют, что всё-таки через Иеремию иногда говорит Господь, уважают его. Думают, что присутствие Иеремии среди них – это своего рода такой амулет, талисман, который позволит им получить благословение от Бога. Обратиться к нему, кстати, с вопросом в нужное время. Что-то вроде этого. В Тахпанхэсе был Иеремии, такое слово Господне. Возьми большие камни и на глазах иудеев спрячь их в глине возле кирпичной стены у входа во дворец фараона в Тахпанхэсе. И скажи иудеям. То есть, смотрите, уже слова не работают. Давайте представление устроим. Пока Иерусалим стоял, Иеремий тоже периодически устраивал такие представления, символические действия. Так говорит Господь воинств Бога Израиля. «Я приведу сюда раба моего Новых Адоносора, царя Вавилонского, и поставлю его престол на этих камнях, которые я спрятал, и царь натянет над ним свой царский полок. Придет он и разорит Египет. Одни умрут, другие пойдут в плен, третьи падут от меча. Я придам огню храма египетских богов, и одних богов царь сожжет, других уведет в плен». Ну, то есть трофей уносит. «Как пастух надевает свою одежду, так Новых Адоносор наденет на себя Египет и уйдет спокойно. Разобьет он столбы в доме солнца, что в Египте храма египетских богов сожжет огнем». То есть в чем смысл, что и в Египте все будет плохо, поэтому нечего бежать в Египет? Ну, наверное, да. Но смысл гораздо более высокий здесь. Вы, иудеи, пытаетесь найти место, где за вас Господь не возьмется. Такого места нет. За себя можете взяться вы. Вы можете попытаться изменить свою жизнь здесь и сейчас, изменить свои отношения с Богом. Тогда это сработает. Если вы бежали, не важно, в Египет, сегодня там в Америку люди уезжают, еще разные другие страны, Австралию и подальше, в вашей жизни ничего не изменится, кроме внешних обстоятельств. Поэтому меняйтесь сами. Не ищите страны, где все изменится для вас. И в 44-й Римея скажет это несколько более подробно. Субтитры создавал DimaTorzok